Салют друзья, с вами Интересный и я Фикус. Вот уже несколько лет мы строим каждую неделю разные разнообразные дома. И сегодня настал тот момент, когда мы будем строить настоящий дом. Началось все с того, что в прошлом году мы залили фундамент. Мы не знали, что будем строить и ровно 20 дней назад приняли решение. Строим дом. Главный челлендж в том, что мы решили его построить всего за 60 дней. Первый этаж мы построили всего за 3 дня, а второй был готов еще через 5. Армопояс и установка крыши заняла еще 2 недели. И вот уже спустя 20 дней у нас есть полноценная коробка и крыша. Пойдемте покажу, что у нас уже готово. Этот этаж будет мой, потому что я настоял на том, чтобы дом был двухэтажным. Серега такой думает, зачем мне 2 этажа? Ну а как же Витя? А Витя будет 2 этажа. Потому что лучше больше, чем меньше. Вот. Так что вот это будут мои хоромы. И самое интересное, что здесь есть в этом домике, это вот такая вот огромная шикарная терраса, на которой тоже я настоял. Вот. И здесь просто очень-очень много-много места. Единственное, что мы не просчитали, это мы не сделали вот тут вот окно. Потому что у нас большая стена и ничего. И мы хотим с вами посоветоваться, как нам сделать лучше. Поставить фронтонный вот здесь, то есть зашить угол. Или зашить вот здесь вот крышу, а вот это оставить пространство пустым. Потому что там настолько большая высота, что можно сделать полноценную комнату еще на чердаке. Но не будем терять время, потому что у нас сегодня куча работы. Мы хотим, чтобы в этот дом мы заселились уже через 30 дней. Чтобы было все полностью здесь готово. А в предыдущем видео победил рандомный комментарий Андрея Поветкина. Если ты хочешь, чтобы твое имя прозвучало в следующем ролике, и мы его написали на стене, обязательно поставь лайк, досмотри видео до конца, и напиши любой комментарий внизу. Я хочу посмотреть, каково оно на последнем этаже, то есть вот под крышей. Я хочу наложить пока досок, чтобы понять, насколько много там места. Про чердак говоришь? Да-да-да-да-да. Хочу понять, можно ли там сделать целую комнату. Офигенно ты устроился. Я же фикус, я должен расти в теплице. Я себе устроил тепличные условия. А там тепло вообще? Тепло, не дует, вообще прекрасно. Блин, прикольно с фикусом. Смотрите. Пока Сергей Сергеевич носит раствор, я себе выстроил офис. Кстати, друзья, у нас есть вот такой вот еще старый трухлый домик. И мы думаем, что с ним сделать? Вариантов просто масса. Можно его просто снести, заехать сюда бульдозерами и вот этот... Нет, я думал молотком у него. А, попробуй ты его снести, вон, дуб. Вот. Также еще есть варианты взять, наполнить его водой и сделать просто огромный бассейн. Бассейн, сюда воду и плавать здесь. Прикольно. А еще здесь можно сделать беседку. Но это не так интересно. Поэтому лучше снести или сделать... А лучше сделать бассейн, а потом снести. Вода будет литься, деревья будут плавать. Короче, пишите в комментариях, что здесь сделать. Итак, на сегодня план таков. Нам нужно сделать фронтоны. Это вот эти треугольнички под самой крышей наверху. Также нам нужно залить пол. А еще сделать проект наших будущих комнат. Да, этим займусь непосредственно я. Друзья, эта стройка вытягивает столько денег. Постоянно все заканчивается. То цемент, то то, то все. Кстати, сегодня в видео я расскажу, сколько я вложил в этот дом. Вы всегда спрашиваете, сколько вы вложили в этот дом, в тот... Именно в этот дом я расскажу, сколько мы вложили денег. Еще буквально вчера в этом прицепе мы плавали. Представляете, вот на этой вот штуковине мы плавали в огромном лазере. Вроде ничего, да? А сегодня уже загрузили цементом и используем его по назначению. Сегодня вместе с вами мы будем делать фронтоны. Вы увидите, как эти блоки ложатся и как они крепятся. И все это вы увидите. Тяжело? Есть и много. Что это ты делаешь? И чем ты их крашу? Это, друзья, маяки. Я их крашу для того, чтобы на них не наступать. Что значит маяки? Маяки это уровень нашего будет первого слоя цемента. Вот, бетона. Вот, крашу их, потому что я вечно на них наступаю. Блин. Друзья, посмотрите на этот вид. Представляете, а если поставить здесь окно панорамное полностью, на всю, на всю эту территорию, то, представляете, можно вот здесь просто спать и смотреть, как кино. Вообще, офигенно просто. Ух ты, как классно. Там столько цветущих деревьев, видно поле, адрес и телес видно вот тот. По-моему, из окон внизу его не видно, потому что там дома мешают, а отсюда видно. Верхушка вишни, она же высоченная. А, слушайте, дом даже выше неба. Выше неба. Не, реально, очень прикольно. Кстати, смотрите, я стою полный рост и даже не задеваю. То есть я думаю, что если здесь наставить кровати, здесь реально можно сделать какую-то студию. Офигенно будет, да, друзья? Студию. Пишите в комментариях, что сделать на этом этаже. Поднимать на чердак блоки вот оттуда очень опасно. Поэтому мы решили сделать нашу лебедку вот здесь внутри. И будем поднимать блоки непосредственно через брус. Через потолок второго этажа, или это потолок. А, потолок первого этажа, а потолок второго этажа. И вот прямо сюда. Ты уже запутался, ты же родил этот твой этаж, и ты уже запутался. Да где ты будешь жить? Вот здесь, на теплицу. А может и там будешь жить вверху? Нет, туда спускаться долго. Нет, туда спускаться долго. Друзья, за время съемки я перестал бояться высоты. Потому что постоянно мы ложим эти блоки на высоте. В общем, друзья, мы уже тут конкретно за это время от постройки дома научились. Первый блок, друзья, мы обязательно ложим на цемент. Вот, потому что здесь армопояс, бетон и ложим на цемент. У нас всегда идеально ровный уровень. Ребята, мы сейчас хотим сделать бетоноходы. Или цементоходы. И засыпаем в кроссовки щебень для того, чтобы обувь держала форму и тонула в цементе. Потому что раствор выталкивает их наверх. Это, думаешь, он получится ходить в них? Я думаю, нет. Мне кажется, кроссовок может настолько деформироваться, чтобы туда же нога просто не блести. А по весу? Ну, по весу, думаю, можно. Молодец. Отдай. Отдай мне. А сейчас убедительная просьба всех архитекторов отойти от экрана. Сейчас будет очень травмоопасно для психики. Я все расчертил, как у нас все будет располагаться на втором этаже. Плоть даже до мебели. Я даже всю мебель уже расставил. И примерно уже понял, где у нас будут коммуникации. То есть розетки, включатели, ТТП. На первом этаже у нас будет такое студийное помещение, в котором будет только ванная комната и такой кухонный уголок. И все. И будет огромный большой зал. А на втором этаже у нас уже будут спальни и коридор. Вот. По моей задумке, у нас вот здесь будет проходить стена сразу по этому брусу. И вот здесь у нас будет такой небольшой коридорчик вот в тот конец. Примерно в этом месте у нас будет делиться вот это помещение пополам. Здесь будет стоять большая стена. А вот это будет отдельная комната. И вот здесь будет отдельная комната. Вот тут в углу у нас будет дверь. комнату. И примерно вот здесь у нас будет дверь в эту комнату. Короче, будет 2 комнаты, правильно? В таком он входе в одну будет комнату вот так вот. А во 2 комнату есть тут? У нас будет 2 больших спальни, а здесь под стеночкой будет коридор. И вот это окно, по моим расчетам, будет как раз напротив двери в мою комнату. А вход на балкон будет общий получается? Да, да, получается у нас будет коридорчик Google от ступенечек сюда, вот этот угол и вот туда. То есть можно будет из второй комнаты выйти и на балкон. И он будет банков stored on the front, yeah, Общий выход вот сюда и общий выход вниз По моим расчетам это самое Идеальное расположение, потому что По-другому у нас из-за окон Не получается, поэтому если у вас есть свои варианты Напишите о них в комментариях, как бы вы Расположили комнату в этом доме На большинстве всех наших построек Когда мы экспериментируем, мы оставляем Свою подпись, так сказать, автограф Это кнопку ютуба И в этот раз, наверное, знаете, будет Наша кнопка ютуба Достигла апогея, потому что Наша кнопка будет на самом настоящем Доме, ну и соответственных размеров Тоже Ты фигус как граффитик прямо Вуаля Блин, по-моему клево Ну я же старался А если под видео будет очень много лайков И ваших комментариев, то в следующем видео Мы покрасим его в яркие разноцветные цвета А еще можно взять краску, которая светится ночью Офигеть, дом здесь Покрасим дом вообще А прикиньте, каждый кирпичик в разный цвет покрасить О, классно Можно вообще его разрисовать, типа он из конструктора Так что пишите комментарии внизу, как его покрасить Также ставьте лайки, чтобы мы знали, что вы этого хотите Скажи, что фронтоны тяжелее делать, чем дом Правильно строить? Да, намного тяжелее Ребят, здесь просто куча углов Которые приходится подрезать постоянно Вот, и поэтому намного сложнее И намного дольше Здесь у нас, кстати, будет окошко Вот мы все вымеряли И будет круто А, кстати, окно из нашего дома, из поддона Итак, друзья, я обещал вам рассказать Сколько вложено в этот дом И, и рассказываю Не считая фундаментов, которые потратил 2000 долларов в прошлом году В этот дом я вложил 300 тысяч рублей Получается 11,5 примерно тысяч долларов Вот, друзья, это реально очень много Но я считаю, что этот дом будет крутым И он нужен Кстати, денежка уже заканчивается Не знаю, как-то надо с этим что-то делать Но все будет, друзья, круто И это, ребята, только коробка То есть вот стены и крыша Это у нас еще нет полов полноценных Это у нас еще нет никаких штукатурки Ни шпаклевки Еще окна Не, окна ты посчитал, да? Да-да-да Ну, это еще, представляете, друзья Все унитаз надо Это нужно еще ванну Ну, это еще такое И там еще до мебели нужно будет кучу денег Хотя он себя в квартире ремонтил Хотя у меня квартира в 5 раз меньше этого дома И у меня ушло уже столько, сколько у Сереги уже ушло Так как я планирую здесь сделать потом кухню и ванную комнату Нам нужны здесь коммуникации То есть вода Поэтому мы провели сюда шланг А также сделали два водоотвода Вот там и вот там Здесь, скорее всего, у нас будет ванная А здесь будет кухонный уголочек Друзья, вы помните те кроссовки, которые мы погрузили в раствор? И вот пришел тот момент, когда это все дело застыло Сейчас мы будем пробовать в этих кроссовках ходить Ты, как думаешь, легко будет одеть? Нет, это кроссандалы Так забавно получилось Попробуй пройтись Можешь идти вообще? Это выглядит забавно Девушки, если вам нужны туфли на выпускной Добро пожаловать к нам У нас широкий ассортимент на любой вкус, размер и вес А я иду такая вся Добро пожаловать А я иду такая вся Аккуратно На сердце Зачем это Это называется парабарьер Эту штукенцию мы прибиваем к потолку Дабы все пары и влага, которые будут устремляться в небо Вот и так, к потолку Чтобы это все не промокало у нас То есть, видите, у нас дерево А также еще здесь будет минвата Чтобы там не концентрировалась влага И оно потом вскоре не загнивало Кстати, прошу обратить внимание на вот эти красивые белые ботеки Это никакая не соль или еще что-нибудь, что могло прийти вам в голову Это специально такое вещество, которым обрабатывается дерево Дабы его потом не съели всякие жучки А также, чтобы оно не горело Оно противопожарное получается Хотя у меня есть сомнения Надо это проверить, правда? Да-да Наш дом превращается в космический корабль Что ж, друзья, давайте подытожим, что мы сделали за этих 4 дня, пока вы были с нами Итак, у нас теперь появился пол Самый настоящий бетонный пол Это черновой вариант Но, тем не менее, у нас теперь вырисовывается полноценное помещение с устойчивым полом Также мы уже поставили один фронтон и зашили потолок пара барьером Согласитесь, помещение теперь имеет хоть какой-то презентабельный вид Да оно вообще уже похоже на какой-то, я не знаю, дом с тудик, скажи Вообще очень круто Если вы хотите продолжение, то напишите об этом Спасибо, что поддержали это видео лайком Пишите обо всем, что думаете Обязательно смотрите наше прошлое видео Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик До следующей субботы Пока